всем друзья привет сегодня я хочу сделать такое видео о наших ветряных мельницах а нашим адыгейском ветропарке и хочу показать где они у нас тут расположены насколько рядом это я вот стою около как вышла с нашего дома около нашего дома стою пол нашего двора и вот сейчас мы пройдем и я покажу где они у нас эти мельницы мы как-то осенью снимали ездили но был сильный ветер и так у меня этот сюжет и не вышел там ничего слышно не было я несколько видео вставлю оттуда как мы ездили на подстанцию куда поступает все электричество от этих мельниц вот в общем подхожу я к дороге и сразу от дороги километров где-то двух от нас видно вот эти вот все мельницы все вот эти ветряные установки а стройка вся проходила через наш хутор вот через эту дорогу вот по этой вот дороге везли у нас все запчасти от этих установок лопасти редукторы там еще в общем вся стройка шла через наш вот этот вот хутор дорога у нас на тот момент была тоже вот такая же ехала очень много камазов и дорогу можно сказать разнесли в пух и правда вот все полотно наше диасфальт проложим все было конечно же разворочено здесь остался один гравий и была очень сильная пыль дорогу потом восстановили даже еще лучше чем было она стала у нас ну а сейчас предлагаю вниманию посмотреть как это было девятнадцатом году в тот момент когда у нас эти мельницы строились адрес есть у русский а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Пыль была кругом на голове, на зубах скрипела. Вот такое вот было дело. Все это пережили. Слава Богу. Ну а сейчас, друзья, проедем к ним и снимем близко. Погода хорошая. Посмотрим. Вот прям как на хутор к нам езжать. Вот их видно. Вот эти ветряки. Вот это сейчас у нас водится. Поворот будет на... Ну вот к этим... Вот здесь мы до хутора до конца доехали. И здесь вот идет поворот. Туда дальше Михаилов идет хутор. А это вот идет поворот сюда. Как бы между хуторами нашим и соседним хутором. Вот и вот, видите, сумышка осуществляет. Дорога весь идет. Провенька, поэтому очень шутно. Вот сегодня ветра нет. Приехали мы еще раз сюда сегодня. Так, это вот эта трансформаторная, да, Коль? Да, наверное. Ну не слышно, как гудят сейчас. Получается вот такая вот здоровая махина. Сейчас попробуем. Будет, нет, слышно звуки лопасти. Вот это я хотела снять. Но они... Так, не сильно у них такая скорость сегодня большая. Вот. Высота вот эта 150 метров. Вот это сама основа. Лопасть 50 метров. А вся конструкция, она весом идет 320 тонн. Вот представляете, какая она тяжелая. Вибрация здесь минимальная, потому что вот где стоит вот эта сама мельница, вот эта установка ветряная. Сваи сделаны в глубину на 20 метров. Ну и поэтому, конечно же, тут такая сильная вибрация. Может, какая-то и есть незначительная. Но такая сильная, она исключена, чтобы там как-то на людей именно вибрация влияла. Такого нет. Говорили, что не будет расти. Ну, так у нас говорили, что зелени не будет, поля на полях не будет тут ничего расти. Все растет, и зайчики бегают, и животные, и птички летают. В общем, вот так вот. Ну, все, друзья, поехали мы. Сегодня такая погода замечательная. Сами лопасти вот эти крутятся 10-15 оборотов в минуту, когда в рабочем состоянии. А когда ветер сильный, то тогда установки эти отключают. Это мы едем из Геогинской. И сейчас по правую сторону будет поворот на Адыгейскую лось. И там посмотрим, куда же поступает весь ток. И там посмотрим, куда же поступает. А это узел. Получается, все вот это электричество поступает вот на этот узел, да? Да, да. И здесь, что это, здесь генерируется, а там, я не знаю, завалится этот процесс. Потом уходит в левшую сеть. Вот такое вот, друзья, получилось видео небольшое. Кстати, количество 60 штук. Вот таких вот установок ветряных. И около каждой мельницы стоит трансформаторная будка, как я уже показывала. Спасибо, что были с нами. Если понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии. Если что не так, не судите строго. До новых встреч, друзья! А у нас сегодня вот такая замечательная погода. Солнышко. А число 23 декабря. Зима. До новых встреч, друзья! Всем мира и добро! Редактор субтитров А.Семкин